Теперь обращаемся к истории зимних Олимпиад, вспоминая отечественных героев игр. Сегодня директор Музея спорта Елена Истягина Елисеева расскажет о единственной шестикратной олимпийской чемпионке по конькобежному спорту Лидии Скобликовой. Государственный музей спорта представляет цикл программ Герои Белых Олимпиад. С Олимпиады 1960 года в Сквовелле начала свое восхождение к славе самая выдающаяся конькобежка всех времен и народов Лидия Скобликова. Она стала единственной в мире шестикратной олимпийской чемпионкой по скоростному бегу на коньках. Олимпийская деревня Сквовелле поразила юную спортсменку, ведь ее оформлял сам Уолл Дисней, знаменитый кинорежиссер-мультипликатор. В кинозале спортсменам показывали забавные диснеевские мультфильмы про Микки Мауса. Мультфильмы про этого неутомимого мышонка мы смотрели в кинозале целыми днями, признавалась позже Лидия Скобликова. Всегда стоял такой хохот. Взрослые и солидные люди смеялись до слез, как дети. Я объехала потом много стран, но такой сказочной обстановки, как на Белой Олимпиаде Сквовелле, ничего не сравнится. Скобликова дебютировала на дистанции полторы тысячи метров. Лучший результат был у тогда у польской спортсменки. Скобликова поняла, что надо идти ва-банк, но пройти лучше полячки. Это означало как минимум повторить мировой рекорд, который держался уже семь лет. Стартовав, Скобликова точно рассчитала сила до конца дистанции и пришла к финишу первой. Она стала олимпийской чемпионкой. Еще одну золотую медаль Лидия завоевала в последний день женских соревнованиях на дистанции три тысячи метров. После двух блестящих побед Лидия Скобликова стала одной из самых популярных спортсменок в Сквовелле. За свою стремительность и легкость на ледовой дорожке юная спортсменка из Златоуста получила замечательное прозвище «Уральская молния». Позже она стала обладательницей еще четырех золотых олимпийских медалей. Но та первая олимпийская награда, которую она завоевала в Сквовеле на дистанции полторы тысячи метров, стала для спортсменки самой памятной. «Принесла я в олимпийскую деревню свою первую золотую медаль, положила под подушку и почти всю ночь не могла уснуть», – вспоминала позднее королева коньков. Государственный музей спорта. Хранитель спортивной истории. Свою первую золотую медаль в Сквовеле Лидия Скобликова завоевала на дистанции полторы тысячи метров. И у нас есть возможность узнать, как сама Скобликова переживала свой триумф. Это была первая для женщин олимпиада. Это мужчины у нас участвовали. А женщины впервые летели. Летела действительно просто мастер спорта, каких тысяч у нашей России на олимпийские игры. И задача была совсем, ну, может быть, такая, знаете, средней руки. Если бы я зацепилась где-то за третье место, для меня бы это было выступление прекрасное. Я даже плакала, стояла, потому что уж на себя-то я вообще никак от себя такой прыки не ожидала, что на следующих дистанциях я буду побеждать. Ну, повезло. Может быть, повезло, но я думаю, нет, потому что мы готовились в тренинг, мы готовились очень приятно.